В Самаре возобновлена работа телефона городской горячей линии по сбору заявок о необходимой помощи лицам пожилого возраста и инвалидам. После звонка заявка обрабатывается, уточняется перечень продуктов или медикаментов и передается в районный волонтерский штаб на исполнение. Срок не более одного дня. Кроме продуктов и жизненно важных медикаментов, добровольцы помогут также оплатить коммунальные услуги. Эту работу волонтеры выполняют ежедневно. Я считаю, что мы должны вообще гордиться тем, что наш город, один из первых, включился в федеральную акцию «Мы вместе», поддержал эту инициативу. И с 1 апреля у нас действует горячая линия в администрации. Мы исполняем огромное количество заявок. В этот раз продуктовый набор волонтеры доставили пенсионеру Борису Львовичу Цаткину. Со дня на день ему исполнится 90 лет. Помимо того, что он заказывал, добровольцы привезли продукты и от себя. Большое спасибо вам за заботу. Вам спасибо. Полина Куклина волонтерством занимается уже 6 лет. К благотворительной акции «Мы вместе» девушка присоединилась с начала пандемии и до сих пор помогает тем, кому необходима адресная помощь. Говорит, в день у нее может быть до пяти выездов. Мне нравится оказывать помощь нуждающимся. Также сейчас в акции мы вместе принимают участие пенсионеры, маломобильные группы населения, которые сами не могут выйти и сходить в магазин. С каждым волонтером проводится инструктаж. После выдают маски, перчатки и дезинфицирующие средства. Заявку о своем желании включиться в акцию можно оставить на сайте добро.ру. В разделе акции «Взаимопомощь и мы вместе». Мария Илчан, Николай Сидоров. События.